Завершив победную домашнюю серию, Локомотив получил время для подготовки к серии выездной. Она откроется во вторник в Ферми матчем с местным клубом Молот Прикамье. Неизвестно, как сложится игра ярославцев на чужой площадке, но на своей они заслужили похвалу. Александр Рябков услышал ее на пресс-конференции, которая состоялась в Арине 2000. После матча Локомотив Ариадна. После второй победы Локомотива высшей хоккейной лиги на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей отметил, что соперник его команде попался серьезный. Ну, во-первых, хочу поздравить команду Локомотив с победой, заслуженной победой. Я считаю, молодые ребята бились. Я уже сказал, другого от команды Локомотива, от Петра Ильича, знаю его давно, и не ожидали, предупреждали ребят об этом. Команда Локомотив понравилась. О своей команде такого сказать не могу. Ну, было, может, три человека, кто отдавался. Остальные сыграли так, как получится, а не отдались полностью игры. Можно отнести это к тому, что у нас четвертая игра через день. Можно отнести, но я не сторонник это сдавался. Наставник Локомотива Петр Воробьев в оценке этой игры был более сдержан и нашел в игре своих подопечных некоторые минусы, над которыми еще стоит поработать. Сегодня мы встретились с таким упорным соперником, и счет долгое время был минимальный. Я бы сказал, что в некоторых моментах мы поплыли. То есть мы там отбрасываться стали от шайбы. То есть нужно еще опыта в этой лиге. Мне нужно еще набраться ума для того, чтобы спокойно играть и не обращать внимание на счет. В общем-то, держать свою игру. То есть еще проблемы будут. Тренер Ариады Акпарс тоже позволил себе немного заглянуть в будущее Локомотива в турнире ВХЛ. Если они так будут играть, то очки будут набирать регулярно. Потому что приличные скорости, играют цепко, жестко. Поэтому, думаю, мальчиками для битья точно не будут. Теперь игрокам Локомотива предстоит первая выездная серия в этом турнире. Ребята посетят Пермь, оттуда переедут в Ижевск. На своем же льду вновь сыграют только 28 декабря. Сейчас мы будем готовиться уже к поездке. Болельщиков таких не будет. Но о них, наверное, мы все равно будем помнить. Не наверное, а точно. Еще раз надо их поблагодарить, что они поддерживают так молодых ребят. Без их поддержки, конечно, было бы очень сложно. Спасибо.